МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый нижегородский губернатор. Что впечатлило Глеба Никитина за год работы в регионе в качестве исполняющего обязанности? В шаге от победы две нижегородки прошли в полуфинал конкурса Мисс Офис 2018, на чью поддержку рассчитывают претендентки на титул. Украсть за три минуты. Чем разжился магазинный вор в Держинском супермаркете? Гран-при за творчество. Нижегородская киноработа получила награду на московском фестивале короткометражек. И сюрприз от Сергея Жукова. Какой подарок получили нижегородские поклонники группы «Руки вверх»? Свою работу в эфире продолжает служба новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Карпов. Здравствуйте. Поговорим о главных событиях среды в Нижнем Новгороде. Итак, главное событие этого дня – инаугурация губернатора Нижегородской области. Глеб Никитин официально вступил в должность главы региона. В гербовом зале Нижегородской ярмарки он принял присягу. Никитин был главным целый год и в то же время по-настоящему главным стал только сегодня. Человеку, которого ровно год назад в наш город прислал президент, в день народного голосования 9 сентября нижегородцы отдали более 67% голосов. Екатерина Вологина с подробностями церемонии. Инаугурацию губернатора Нижегородской области проводили в гербовом зале Нижегородской ярмарки. Церемония началась ровно в 2 часа. На сцену вынесли флаги России и Нижегородской области. Через несколько минут в зал зашел будущий губернатор Нижегородской области. Без приставки в Рио, выбранной самими жителями. В гербовом зале на первом ряду жена Никитина, а также почетные гости. Известные люди города, команда правительства и бывшие соперники на прошедших выборах. В народном голосовании Глеб Никитин получил почти 68% голосов избирателей. После получения удостоверения губернатора, положив руку на Конституцию и Устав области, глава региона принес присягу. Клянусь, при осуществлении полномочий высшего должностного лица губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Устав и законы Нижегородской области. Добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод человека и гражданина. Указ о вступлении в должность подписан. В адрес звучат не просто пожелания, а первые слова благодарности и оценки итогов работы за последний год. 26 сентября стал знаковым днем для Нижегородской области. В этот день ровно год назад Валерий Шанцев покинул пост губернатора, проработав в этой должности 12 лет. А на его место по назначению президента пришел молодой и еще никому неизвестный Глеб Никитин. Своей приоритетной задачей тогда он назвал развитие цифровой промышленности. Плюс ко всему город готовился к чемпионату мира по футболу, а финишировать не проще, чем стартовать. Глеб Сергеевич я лично знаю давно, у него огромный опыт. И самое главное, вот хороший экзамен прошел. Ходить с ИО в течение года очень сложно. Вот он достойно сдал экзамен и чемпионат мира, и те процессы, которые реализуются, проходят у вас. Мы очень внимательно следим за вами, уважаемые молодые технократы. Поэтому вам добрый путь. В своей первой речи уже в официальном статусе главы Глеб Никитин обратился ко всем трём миллионам жителей области. Он признался, что для него это знаменательный день. Я намерен каждый день своей работой, в первую очередь им, жителям Нижегородской области, Нижегородцам, доказывать, что в этот день, в единый день голосования, в 2018 году, они приняли правильное решение. Нижегородцы достойны лучшей жизни. Они достойны большего. Я в этом убедился сам, потому что это совершенно удивительные люди. И Нижегородская область – это уникальный регион, который всегда играл особую роль в истории нашей страны. Это, если хотите, душа, сердце, квинтэссенция России, настоящая Россия. А для меня, если вы сейчас спросите по прошествии года, что такое Нижегородская земля, я со всей ответственностью могу сказать – это теперь мой дом. Почётные гости церемонии пожелали губернатору плодотворной работы по благоустройству теперь и его дома. Он постоянно с нами в контакте, постоянно приходит. Если есть какие-то трудности, он всегда обращает на это внимание. И для нас это очень важно. Когда у нас есть абсолютно близкий контакт с человеком, который непосредственно принимает главное решение, я думаю, что это, наверное, самое главное. Мне показалось, что это очень прогрессивный, очень современный, знающий, энергичный руководитель. И надежды громадные. Что хочется? Я считаю, что другого пути нет, кроме как сделать так, чтобы за несколько лет, скажем, за его период, наш город и наша область стала территорией возможностей. Я знаю, что была здесь, на Нижегородской земле, в последние месяцы проведена большая работа по выработке стратегии развития региона. И я уверен, что сегодня Глеб Сергеевич Никитин, губернатор Нижегородской области, вместе со своими соратниками, вместе с жителями региона, четко понимает те цели, которые регион будет достигать и в ближайшей перспективе, и в перспективе долгосрочной. Свою задачу на ближайшие пять лет Глеб Никитин видит в том, чтобы сделать Нижегородскую область процветающим регионом. И сделать это вместе с жителями. Тысячи лиц, тысячи встреч. И самое главное, тысячи по-настоящему теплых доверительных отношений, когда люди демонстрируют, что они в тебя верят, на тебя надеются. Вот Игорь Анатольевич сказал, что те задачи, которые нас возлагает и президент, и которые мы сами перед собой ставим в силу потенциала Нижегородской области, это огромная ответственность. На самом деле, еще большая ответственность – это не обмануть ожидания. Результаты видны. Это и консолидация, и законодательные исполнительные власти. Действительно, делается много по реформе и повышению эффективности управления. И мы видим, что действительно налаживается диалог в обществе. Вся церемония длилась всего 40 минут. По сути, она лишь ненадолго прервала обычный рабочий день губернатора. И теперь главной интригой остается вопрос, с какой командой продолжит работу глава региона. Ведь по закону, после вступления в должность, предыдущий состав правительства, а это все заместители и министры, отправляется в отставку. И здесь при формировании нового правительства могут быть сюрпризы. Ведь свою работу еще в качестве в РИО Глеб Никитин начал с активных перемен в правительстве. Банки будут оценивать риски несанкционированных платежей, а кредитные организации смогут заблокировать карту или электронный перевод, если появятся сомнения в законности операции. Но делать это компаниям позволено только с согласием держателей карты. Также платеж можно будет аннулировать в случае, если клиент сообщит банку, что не совершал операцию. Если не удастся установить связь с владельцем карты, то счет заморозит на два рабочих дня. За это время клиент сможет отменить платеж. Проблемами обманутых дольщиков займется областное правительство. Депутаты городской думы подписали соглашение о безвозмездной передаче всех акций АО Объединенной дирекции по жилищному строительству города Нижнего Новгорода в государственную собственность. На базе акционерного общества будет создан единый региональный оператор для решения проблем обманутых дольщиков и строительства социального жилья. Напомню, сейчас на территории Нижнего Новгорода находятся 14 долгостроев. В Нижнем Новгороде состоялось заседание Общественного совета при Главном управлении МВД России по Нижегородской области. По традиции в начале собрания состоялось награждение полицейских, которые спасли человеческие жизни. Дошел к горячему дому, где стояла пожилая женщина Спросил у нее, есть ли кто в доме На что он мне ответил, что в доме никого нет И почему-то я принял решение обойти дом И в окне увидел мужчину Сломал забор, подбежал к этому дому Мужчина сам выбраться не мог И через окно я его достал На заседании обсудили вопросы профилактики преступлений И правонарушений, а также обеспечения безопасности несовершеннолетних Стань донором, спаси жизнь 3 октября в Нижегородской области пройдет акция По сдаче крови на типирование Стволовые клетки костного мозга донора Помогут выздороветь больным лейкенией Анализы добровольцы изучат, после чего Его внесут в Национальный регистр доноров Сдать кровь на типирование в Нижнем Новгороде Можно в следующую среду с 8 часов утра До 7 вечера в лабораториях Расположенных по адресам, указанным на экране Переходим к экономическим темам Почти на 4,5% Вырос уровень среднедушевых доходов Нижегородцев за 8 месяцев с начала года Сейчас эта сумма составляет 31 тысячу рублей в месяц А вот реальные доходы увеличили всего лишь На 0,07% Ну а если учитывать прошлогоднюю единовременную выплату То никакого роста и вовсе не получилось О других новостях из мира финансов Расскажем далее Жилплощадь в Нижегородских новостройках Что список самых популярных моделей из Поднебесной Возглавляет Черри Тига На втором месте Черри Амулет На третьем Лифан Салана В пятерку также попали Гритвол Ховер и Лифан Х60 Отметим, что среди городов Приволжского федерального округа Самый высокий спрос на китайские автомобили Наблюдается в Саратове, Ульяновске, Волгограде и Самаре Безработица в России по данным статистики достигла рекордных показателей Незанятыми официально числится 3,5 миллиона человек Таким образом, на рынке труда, по мнению главы профильного министерства Максима Топилина, наблюдается дефицит По сравнению с августом прошлого года уровень безработицы снизился более чем на 7,5% Численность экономически активного населения составила 77 миллионов человек То есть 52% от общей численности населения страны Самые дорогие женские туфли выставят на показ в одном из отелей в Дубае Дизайнерская обувь создавалась совместно с ювелирными компаниями На носках туфель расположились бриллианты в 15 карат А всего на инкрустацию понадобилось 236 драгоценных камней Стоимость этой пары обуви составляет 17 миллионов долларов По данным Центробанка, курс американской валюты на четверг 65 рублей 77 копеек Европейской 77 рублей 41 копейка Цена за баррель нефти марки Brent 81 доллар 94 цента Нижегородки Дарья Мельникова и Ирина Рябинина прошли в полуфинал конкурса Miss Office 2018 Девушки успешно преодолели заочные и очные этапы кастинга Ну а на пути к победе им не хватает совсем немного вашей поддержки Из почти тысячи желающих побороться за звание Miss Office 2018 В полуфинал прошли только 100 девушек К финалу их число сократится до 30 Тех, кто пройдет в третий этап конкурса, выберут по итогам интернет-голосования Привет, я Мельникова Дарья На конкурсе представляю Нижний Новгород Мне 21 год Работу пиар-менеджера Дарья успешно совмещает с учебой в университете и увлечениями Девушка с детства занимается большим теннисом, йогой и моделингом И развивается в сфере индустрии красоты В подобном конкурсе Дарья участвует впервые Видела фотографии других участниц, смотрела с прошлого года Какой, наверное, типаж выбирают и каких девушек берут Свои шансы я 50 на 50 Не хочу ничего загадывать Я ставлю перед собой конкретные цели То есть первая цель-то сейчас пройти в финал Еще одна участница из Нижнего Новгорода Ирина Рябинина Девушке 26 лет, она работает помощником руководителя строительной компании Все свое свободное время я посвящаю активному образу жизни Я не сижу на месте Каждый мой день проходит в режиме нон-стоп Спорт заряжает меня энергией Танцы наполняют мою жизнь яркими красками Отмечу, что победительница конкурса «Мисс Офис-2018» Получит главный приз – 2 миллиона рублей на осуществление своей мечты Девушка, занявшая второе место, сможет отправиться в путешествие за счет организаторов конкурса Остальные участницы получат шанс заключить контракт с модельным агентством Поддержать Нижегородок и помочь им пройти в финал очень просто Нужно оставить свой голос на сайте misoffice.ru Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем Полтора месяца интенсивных поисков и все безрезультатно В Нижнем Новгороде разыскивают 16-летнюю Александру Кузнецову Девушка ушла из дома, оставив видеообращение, в котором сказала, что сбегает из-за постоянных ссор родителей Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства Если вы что-либо знаете о местонахождении Александра Кузнецова или просто видели ее на улице Сообщите об этом в полицию по каналу связи 02 О других происшествиях в регионе расскажет Валерия Стародумова Здравствуйте! Украл спиртное и про закуску не забыл В Держинске разыскивают мужчину, проникшего ночью в закрытый супермаркет Преступление зафиксировало камеры наблюдения Злоумышленник попал в магазин через служебный вход и сразу направился к стеллажам с горячительными напитками Из-под прилавка неизвестный вытащил две коробки со сладостями Жулик находился в торговом зале всего три минуты и, видимо, в спешке выронил, разбил одну из бутылок Всех, кому известны подробности, кражевым полицейские просят сообщить об этом по телефону 02 Устроил аварию и скрылся с места ДТП Из-за безответственного водителя в долине смерти в лобовую столкнулись две иномарки Неизвестный не выбрал безопасную дистанцию и на высокой скорости врезался в заднюю часть черного Ford Focus От удара иномарку выбросило на встречную полосу, по которой ехал бежевый автомобиль той же марки При столкновении машина развернула один из участников аварии, 20-летний юноша, получил травму головы На пересечении улиц Горького и Малой Ямской столкнулись две иномарки По предварительной версии водитель белого кроссовера поворачивался в Малой Ямской Он врезался в черную легковушку, ехавшую по главной дороге От удара машину отбросило на тротуар Автомобили получили сильное повреждение Пострадавших нет В последний момент с риском для жизни Автомобилистов возмутило безрассудное поведение водителя черной Audi, который решил объехать закрытый шлагбаум Мужчине повезло, а вот пользователи социальных сетей в комментариях посетовали Хорошо, что водитель не попал в последний вагон уходящего поезда На этом обзор криминальных событий завершен Ну а если вы стали очевидцами происшествия или аварий Присылайте видео в группу Первого городского телеканала ВКонтакте Ну а далее информация от наших партнеров Мы возьмем небольшую паузу И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска Украсть за три минуты Чем разжился магазинный вор в Держинском супермаркете Гран-при за творчество Нижегородская киноработа получила награду на Московском фестивале короткометражек И сюрприз от Сергея Жукова Какой подарок получили нижегородские поклонники группы «Руки вверх» Вы смотрите служба новостей город И мы продолжаем Полтора месяца интенсивных поисков И все безрезультатно В Нижнем Новгороде разыскивают 16-летнюю Александру Кузнецову Девушка ушла из дома Оставив видеообращение В котором сказала, что сбегает из-за постоянных ссор родителей Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства Если вы что-либо знаете о местонахождении Александра Кузнецова Или просто видели ее на улице Сообщите об этом в полицию по каналу связи 02 О других происшествиях в регионе расскажет Валерия Страдумова Здравствуйте Украл спиртное и про закуску не забыл В Держинске разыскивают мужчину, проникшего ночью в закрытый супермаркет Преступление зафиксировало камеры наблюдения Злоумышленник попал в магазин через служебный вход И сразу направился к стеллажам с горячительными напитками Из-под прилавка неизвестный вытащил две коробки со сладостями Жулик находился в торговом зале всего три минуты И, видимо, в спешке выронил и разбил одну из бутылок Всех, кому известны подробности, кражевым полицейские Просят сообщить об этом по телефону 02 Устроил аварию и скрылся с места ДТП Из-за безответственного водителя в долине смерти В лобовую столкнулись две иномарки Неизвестный не выбрал безопасную дистанцию и на высокой скорости врезался в заднюю часть черного Форд Фокус От удара иномарку выбросило на встречную полосу, по которой ехал бежевый автомобиль той же марки При столкновении машина развернула Один из участников аварии, 20-летний юноша, получил травму головы На пересечении улиц Горького и Малой Ямской столкнулись две иномарки По предварительной версии водитель белого кроссовера поворачивал с Малой Ямской Он врезался в черную легковушку, уехавшую по главной дороге От удара машину отбросило на тротуар Автомобили получили сильное повреждение Пострадавших нет В последний момент с риском для жизни Автомобилистов возмутило безрассудное поведение водителя черной Ауди, который решил объехать закрытый шлагбаум Мужчине повезло, а вот пользователи социальных сетей в комментариях посетовали Хорошо, что водитель не попал в последний вагон уходящего поезда На этом обзор криминальных событий завершен Ну а если вы стали очевидцами происшествия или аварий Присылайте видео в группу Первого городского телеканала ВКонтакте И в продолжение темы Богородские злоумышленники похищали людей И под видом оплаты социальной реабилитации вымогали деньги у их родственников Бывшие наркоманы, его коллеги, прошедшие курсы реабилитации Решили заработать на людях с различными зависимостями Страшная правда о работе такого центра открылась только летом прошлого года Для того, чтобы не привлекать внимание, мужчины в 2015 году оформили ООО Которое якобы занималось социальной адаптацией алко- и наркозависимых На деле же злоумышленники вывозили людей в частный дом в деревне Дуденева Богородского района Где насильно держали их в нечеловеческих условиях В одной комнате на двухъярусных кроватях спали и мужчины, и женщины В период с декабря 2016 по июль 2017 года обвиняемые похитили 8 человек И получили от их родственников около 300 тысяч рублей Организатор банды свою вину признал полностью Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы По велению сердца, короткометражный фильм на заданную тему Принес Нижегородской детской студии творчества «Один дома» Гран-при московского фестиваля «Макгаффин фильмфест-2018» Одно из условий конкурса – короткометражку нужно было снять за сутки В основу фильма легли непростые взаимоотношения современных подростков со школьными учителями Как утверждают создатели, история, которую они показали, произошла на самом деле Ученица пришла в класс с нестандартной прической Волосы девочки были покрашены в черный цвет с зелеными вкраплениями Этот вид и нежелание подростка реагировать на замечания со стороны взрослого человека Привели учительницу в ярость Конфликт поколений, показанный в фильме, разрешается тем, что по велению сердца Одноклассники единодушно поддержали девочку с небанальным цветом волос Руководитель детской студии Татьяна Гартман на своей странице в социальной сети рассказала, что фильм «Мой Гринпис» вызвала овацию во время просмотра и во время обсуждения Солист группы «Руки вверх» накануне своего концерта в Нижнем заинтриговал поклонников Кто же выступит перед ними – настоящий Сергей Жуков или двойник? Что ж, во вторник маски были сняты, артист реальный Что выкладывают на своих страничках фанаты, покажем в обзоре социальных сетей Сергей Жуков дал большой концерт в Нагорном дворце спорта Нижегородцам повезло, наши слушатели первыми услышали новую песню К черту эту гордость Премьера, а также самые любимые хиты группы «Руки вверх» Только от искренних поклонников артист может получить такую отдачу «Зажигайте огоньки на своих телефонах, фотоаппаратах» «Давайте сделаем умные огни» На своей страничке Сергей Жуков написал, что был счастлив провести им такой концерт В Розамасе появился новый фонтан, и это место стало еще одним центром притяжения молодежи «Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет» «Ночь пройдет, пройдет, пора не нас зная, солнце пройдет» «Солнце пройдет» Ребята из творческого объединения вместе с музыкой устроили на улице небольшой концерт И, похоже, в этот день в их коллективе прибавилось Прохожие подходили и тоже подпевали Еще в начале августа набережная в Кстове выглядела забытой, непривлекательной и пустой Печальная картина Но уже в сентябре администрация порадовала местных жителей Да, это все тоже место – набережная и обновленный парк юбилейный Новые дорожки, лавочки, зелень, и людям есть где погулять Кажется, медики могут фиксировать диагноз айфономания Иначе как объяснить то, что происходит сейчас в центре Москвы? На Тверской люди выстраиваются в очередь за новым смартфоном При этом старт продаж новинки от яблочной компании начнется лишь в пятницу Кстати, раньше телефона можно купить место в очереди за ним Цена на такую услугу начинается от 35 тысяч рублей Самым стойким покупателям стоять не скучно К месту каждый день приезжают журналисты Подростку из Африки захотелось иметь свой автомобиль Правда, денег на машину в семье не было Отчаянный парень взял и построил авто своими руками Сердце машины и ее двигатель взяли на местной лесопилке А корпус сиденья сделали из того, что было Транспортное средство получилось шумным, небыстрым, но зато едет и свое Ну а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами Спонсор рубрики «Хорошие новости» Встречалась с друзьями Ездила к родителям, посидели, попили чай, поздравили сестру, все отлично Много путешествий в последнее время На этой неделе поеду на неделю почти что в Вену, очень этому рада Ребенок оценку пятерку получил Ну а так все хорошо И в конце выпуска о погоде посмотрим, какой прогноз ожидает нас в ближайшие три дня ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА В четверг, 27 сентября, днем в Нижнем Новгороде пройдет небольшой дождь Плюс 6 градусов, ночью плюс 5, пройдет небольшой дождь В пятницу, 28 сентября, днем будет дождь, плюс 9 градусов Ночью 6 градусов, пройдет небольшой дождь В субботу, 29 сентября, днем будет облачно с прояснениями Плюс 9 градусов, ночью плюс 2, ясно На этом выпуск завершен Желаю вам только хорошего настроения, отличных новостей И до встречи в городе